МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Национальная женская сборная Беларуси по футболу в борьбе за путевку на чемпионат мира. Как сыграли, узнаете через несколько минут. Завтра в Минске стартует чемпионат мира по хоккею. Этим событием живет вся страна. Внушительный десант туристов из ближнего и дальнего зарубежья уже можно увидеть на улицах наших городов. Едут в Минске сами белорусы. Один из них – гость нашей сегодняшней программы. Это «Спорт М. Спорт». В Могилевской области приветствуем вас. Итак, знакомьтесь, болельщик хоккейного клуба «Могилев» и сборной Беларуси – Влад. Завтра он отмечает свой день рождения и решил сделать себе подарок – попасть на матч открытия «Беларусь-США» и увидеть, как сборная нашей страны будет сражаться с американцами. Но обо всем по порядку. В свое время, вот даже в этом году было как 10 лет, пошел. Ну, просто увидел в газете объявление, решил сходить на матч с одноклассником, получается. Ну, пошел, понравилось. Наши тогда победили как раз-таки. А с кем играли? С «Спорт М. 2-1». Один гол, по-моему, Гольченюк забил, а одну шайбу Кулачков. На то время он даже стал моим любимым игроком. Как-то завлекло. Остался. Ну, и начал ходить постоянно, просто ходить на хоккей. выезды пробивал какие-то были памятные очень памятным было когда с физическим плав играли было там 250 300 человек на том было это почти был мой первый выезд это на выезде было от наших до 250 человек только с могилёва ну и потом был как раз плей-офф с юностью полфинал тоже на одну игру там попал на площадь у меня за тот плей-офф получилось три выезда и я тогда еще в школе учился маленький был у родителей в курсе были конечно не в курсе на 1 у всех никого не в курсе были сначала там но первое время у меня получается родителей дома не было когда я вот эти вот на витексе плывал был на юность а потом уже как начался новый сезон уже там такие левые отмазки типа день рождения там еще что-то такое там в школе все-таки мы потом в окончательно до узнали ну как бы мама там сначала но она до сих пор к этому так очень ревностно относится но тем не менее она уже как бы видит то что это как на не знаю образ жизни что ли завтра стартует чемпионат мира по хоккею я знаю что многие ребята собираются собираетесь ли вы ехать кто-то из мхс собираемся организованно не собираемся потому что очень много проблем с билетами очень ну у каждого свой график сейчас работа поэтому каждый едет как-то по одиночке но страти большинство старается нашу сборную зацепить но остальные хотя бы съездить прочувствовать эту атмосферу чемпионата мира ты на какую игру ездишь хоть хочешь на какую игру попасть ну вообще у меня 9 числа день рождения поэтому я хочу на открытие попасть а сборная беларуси на чемпионате мира что ждешь но верю в глена хэнона почему-то очень сильно верю тем более у нас подбирается очень мощный состав ну практически dream team кроме димагина но надеюсь что как минимум ну как минимум оправдает мои ожидания то что сыграет хорошо не на 14 месте а уже войдут в десятку плей-офф очень сложно но думаю если даже место 10 11 будет я думаю это будет неплохой результат после прошедших провалов желаем удачи нашей сборной и ждем первую игру беларусь сша поединок с американцами покажет наш канал в прямом эфире завтра в 20 45 осиповичская свислощ завершила выступление в чемпионате беларуси по баскетболу это стало известно в среду когда осиповчане переиграли в борьбе за 5 место минский импульс бгуир итог серии 3-0 а вот могилевский борис фен не смог завершить свои поединки тремя матчами в борьбе за 7 место их соперник команда принемания из гродно дала бой и во вчерашней игре переиграла могилевщан 86-80 счет в серии стал 2-1 в пользу могилевской команды сегодня эти соперники встретились вновь со счетом 87-61 борис фен победил гроднимское принемание и победил в серии со счетом 3-1 заняв чемпионате страны итоговое 7 место национальная женская сборная беларуси по футболу проиграла турции в матче отборочного раунда чемпионата мира на гол ягмуру раз на 73 минуте матча белорусские ответили мячом анастасии хованской однако гости разыграв с центра поля тут же восстановили разницу в счете победный гол забила фат макара и подарила турции первую выездную победу в квалификации напомним что за путевку на мундиаль белорусские ведут борьбу с командами англии украины основными кандидатами на выход финал также в соперниках сборной уэльса черногории и наши вчерашние гости турчанки после пяти матчей в активе нашей сборной 6 очков и четвертое место в группе лидер англия 15 очков во всех матчах ими одержаны победы к тому же в этом отборочном раунде англичанки еще ни разу не пропускали именно с ними 14 июня белорусские будут играть следующий домашний матч ветераны выходят на спортивные старты правда два уточнения ветераны в основном работы а спортивные старты подвижные конкурсы тем не менее праздник в октябрьском районе могилева тропа здоровья свою поставленную миссию выполнил участники получили заряд бодрости 10 команд и 120 человек возраст далеко за молодой но бодрость духа и огонь азарта в глазах как в юности старая закалка она есть будет и долго не будут еще таким образом вот соревноваться тропа здоровья это 9 спортивных станций на каждой своей дисциплины с поправкой на возраст и здоровья самая сложная стрельба с винтовки выстрелила 7 очков это хорошо да поправку на ветер усчитывали нет нет вот он нам позже сказал об этом а еще тут соревновались в меткости играли в дартс и сбивали кегли мы стараемся как было здоровье занимаемся спортом здоровья программа спорт м и желает ну а мы продолжаем далее вас ждет анонс спортивных событий если вы не поехали в минск на чемпионат мира по хоккею увидеть игры в компании друзей можно будет во многих барах наших городов однако не единым хоккеем будет жить область а еще и футболом разным по значимости но интересным обещают и там и там первое там это футбольное поле стадиона 7 спортивной школы могилева что на улице якубовского здесь воскресенье состоится товарищеский матч между звездами могилевского шоу-бизнеса и футболистками могилевской надежды обычно мужской бамунт всегда проигрывает девушкам как будет на этот раз приходите и увидите сами предматчевое шоу стартует в половине четвертого сама игра в 16.00 а вот в бобруйске на стадионе спартак будут биться уже за серьезный бонус в виде трех очков в копилку своей команды это если победит одна из них в любом случае футболисты обещают будет жарко в шесть часов вечера стартует матч седьмого тура чемпионата страны бобруйска белшина принимает новополоцкий нафтан и на сегодня это все ветеранов победителей с днем победы болеем за наших на чемпионате мира и увидимся на беларусь 2 уже в понедельник в программе спорт м счастливо и и Продолжение следует...